Зелёную цыбулю до святочного стола Жахарова Могилёшины вырошивают у Клишевским районе. Фермерская господарка возвела у вёсцы Константоу три цяплицы, где у зимку вырошивают зеленину 3 тонны на месяц. У ближайших планах клишевских фермеров рукола и листовые салаты. Экспорт у Россию. Вкусно пахнет. Хорошо. У этой цяплицы стоит такой цыбульный пах, что ее наведывание можно лечить профилактикой гриппу. Мы его срезаем для реализации для Клического района в Райпо и в Бобрус торговой сети. Зеленина – товар деликатный, тому режут цыбуль, чистят и пакуются с тяружным. На первые дни колядовы Нового года попыт на зеленину логично повеличился, а лепик поставок будет поздней. Вторая половина зимы и ближе к весне. Наверное, у людей больше необходимость витаминов. Фермерская господарка складается из четырех свояков и иснует только год. Ее старт поднимала программа ААН. Первые выники – четыре новые працовные месяцы, плюс два сезонные, более за пять тонн томатов, три тонны огурков и шесть тонн зеленой цыбули. Задача наступного года – повеличить вытворчесть и отримать прибыток. Люди довольны, им нравится эта продукция, они знают, что она хорошего качества и экологически безопасная. Органичное землеробство – принцип працы у Кличевским Константове. Продукция выросшивается на биогумусе. Новые технологии так само распаусюдживаются на котельню. И она працует на отходах драунины, и эффект горения более за 95%. Усё скерована на добрый экономичный выник. Вот этот лук, высаженный недавно, он созреет к Новому году. А кроме цыбули, у теплицах посадили досвятый яши икроп. С ярких плодов есть только один томат, який посадили весной. А у другим бакуни шакана проклюнулась и упарта расти цитрусовая, як символ фермерской упартости. Надо не терять веру. Бывает тяжело, бывает надо продукцию просто раздать даром, потому что она не пошла. И бывает, что продукции мало, а спрос гигантский. Поэтому не терять веру, работать, работать и работать.